Детский Наукоград это не просто летний лагерь, это проект, который помогает детям найти и развить в себе талант. Сюда попадают отличники, победители различных конкурсов и олимпиад. Не первый год в лагере отдыхают Одинцовские школьники. Путевки в Детский Наукоград приобретались за счет бюджета Одинцовского муниципального района. Такие путевки родители получили бесплатно и на первую смену уехали наши первые 30 детей. В течение всей смены жители Наукограда юные исследователи разрабатывают свои собственные научные проекты. По всей территории лагеря раскинулись 23 станции, на которых команды из маленьких ученых имеют возможность представить свои работы, причем на этот раз не только своим родителям, но и влиятельным гостям. Для нас очень важно, что к ним приехала Оксана Викторовна. Для них очень важно, что приехало такое количество родителей, это же главные наши судьи. Очень хотелось бы, чтобы мама видела, как ты был молодцом и как тебе аплодировали. Поэтому вот сегодняшний день – это время оценки. Авиа- и судомоделирование, экспериментальный огород, арт-город, нестандартная ярмарка, ароматерапия, 3D-голограмма. Оксана Пушкина была приятно поражена разнообразью тем и уникальностью проектов. На каждой станции юные изобретатели старались доказать, что их проект лучший. Эту голограмму я нашел в интернете, инструкцию, как сделать. Сначала я сделал на телефон, потом уже без интернета я подумал, почему на телефон, там мало, плохо видно. Я взял ее, увеличил в два раза все чертежи и сделал на планшет. В детском наукограде я первый раз, и я записалась на такой проект, как «Арт-город». Идея этого проекта заключается в свободе. Дело в том, что нынешняя архитектура очень однообразна и скучна. Она сильно влияет на психику человека и на его моральное состояние. Наш проект хочет сорвать все эти шаблоны и внести в нашу жизнь больше красок и цветов. Выбрать только одного победителя Оксане Пушкиной было чрезвычайно сложно, но сделать это было необходимо. В итоге лучшим проектом была признана работа 12-летней Елены Мироновой по созданию новой модели яхты. Оксана Пушкина отметила и другие, не менее достойные проекты. Понравились огородные проекты. Вот я уже думаю, сейчас приеду, позвоню своей маме и скажу, мама, что ж ты столько воды-то тратишь? И думаю, как бы надо у мальчика у этого телефончик взять и поинтересоваться, как он это придумал. Оксана Пушкина не оставила без внимания и школу журналистики при Наукограде. Там работает собственное интернет-радио, и ребята в прямом эфире смогли задать ей свои вопросы. Встреча переросла в мастер-класс, ведь Оксану Пушкину знают в первую очередь как известную телеведущую. Журналистика для нее так и осталась одним из главных призваний. После мастер-класса Оксане Пушкиной подарили походную кружку, флеш-накопитель с фотографиями детского Наукограда и фирменный танец под гимн лагеря. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok